но продолжу тема бурсита сегодня опять-таки но как бы конечно вот как бы повторяла буду повторять что как бы лучше обратиться к врачу но все равно какие-то вот обстоятельства но если это получается если это не получается там в силу жизненных потому что коммунисты эксплуатируют русских так что пипец и у кого-то это получается не получается ну вот чем бурсит как бы почему он возникает в результате вторичных ушибов локтевых суставов коленных суставов но и я в связи с этим хочу сказать что конечно вот еще раз напомню что самый большой щекотило это у нас наши жпх и вы обязательно когда-то упадете и что-то повредите потом поэтому чем это позднее произойдет тем лучше для вас потому что где-то залитая водой поверхность то припорошила снежком т т т т вы что-то зазевая одна секунда и вы травму рано или поздно получите по поэтому чем позднее вы ее по получите тем лучше потому что можно как получить и какой-то какой-то летальный исход даже не исключен вот ну и какая-то и вам инвалидность тоже конечно не нужно вот я прошла на остановился на изотромицине что у нас там способ применения и дозы вот я даже думаю знаете они под побочные действия вот что-то надо с какими-то с подошвами нашими делать что-то вот я слышал какие-то наклейки там шипы наждачки вот что-то такое очень даже бы уменьшила это вот как бы вот потери людского нашего состава да ну вот пока коммунисты всех не уничтожили так циклоспорин ну это вот совместное применение возможно ли вот циклоспорин фармакинетических исследований с участием здоровых добровольцев которые в течение трех дней принимали внутрь азитромицин 500 миллиграмм в сутки однократно а затем циклоспорин 10 миллиграмм на килограмм в сутки однократно было выявлено достоверное повышение максимальной концентрации в плазме и площади под кривой концентрация время циклоспорин следует соблюдать осторожность при одновременном применении этих препаратов в случае необходимости одновременного применения этих препаратов необходимо проводить мониторинг концентрации циклоспорина в плазме кроме и соответственно корректировать дозу эфавиренз за окончание одновременное применение азитромицина 600 миллиграмм в сутки однократно и эфавиренза 400 миллиграмм в сутки ежедневно в течение 7 дней не вызвало каких-либо клинически значимого фармакологического взаимодействия флюканазол одновременное применение азитромицина 1200 миллиграмм однократно не меняла фармакинетику флюканазола 800 миллиграмм одновременно общая экспозиция и период полувыведения не изменился при одновременном применении флюканазола однако при этом отмечали снижение максимальной концентрации азитромицина на 18% что не имело клинического значения одновременное применение азитромицина 1200 миллиграмм однократно не вызвало статического достоверного влияния на фармакинетику эндиновиром по 800 грамм три раза в сутки в течение 5 дней метилпенденезолон метилпреднизолон метилпреднизолон азитромицин не оказывает существенного влияния на фармакинетику метилпреднизолона нелфиновир одновременное применение азитромицина 1200 миллиграмм и нелфиновира по 700 миллиграмм три раза в сутки вызывает повышение равновесных концентраций азитромицина в плазме крови клинически значимых побочных эффектов не наблюдалось и коррекции дозы азитромицина при его одновременном применении с неофиновирином не требуется рефобутина одновременное применение азитромицина и рефобутина не влияет на концентрацию каждого из препаратов плазмы крови при одновременном применении азитромицина и рефобутина иногда наблюдалась нейтропия несмотря на то что нейтропия ассоциировалась с применением рефобутина причинно-следственная связь между применением комбинзинация азитромицина и рефобутина в нейтропии не установлена при применении у здоровых добровольцев не получено доказательств азитромицина азитромицина 500 миллиграмм в сутки ежедневно в течение трех дней на максимальную концентрацию в плазме крови и площади по кривой концентрации время силденафила и г основного метаболита терфинадин в фармакологических исследованиях не было получено доказательств взаимодействия между азитромицином и терфинадином сообщалось о единичных случаях когда возможность такого взаимодействия нельзя было исключить полностью однако не было выявлено конкретных доказательств что такое взаимодействие имело место было установлено что одновременное применение терфинадина и антибиотиков класса макролидов вызывает аритмию и удлинение интервелла Qt теофилин не выявлено взаимодействие между азитромицином и теофилином тризолам так косая черта мидазолам значительных изменений фармакенетических показаний при одновременно применении азитромицина с триазоламом и медазоламом в терапевтических дозах не выявлено триметоприм сульфаметоксалом одновременное применение триметоприма сульфаметоксалом с азитромицином не выявлено существенное влияние на максимальную концентрацию и общую экспозицию и экскрецию почками триметоприма и сульфаметоксалом и сульфаметоксазолом консенсатрация азитромицина в плазме крови соответствовала выявленные в других исследованиях так особые указания в случае пропуска приема одной дозы препарата азитромицин пропущенную дозу следует применять как можно раньше а последующий с интервалом в 24 часа азитромицин следует применять как минимум за 1 час или 4 часа после приема антоцидных лекарственных препаратов препарат азитромицин следует применять с осторожностью у пациентов с нарушением функции печени легкой и средней степени тяжести из-за возможности развития фульмина нога гепатита и тяжелой печеночной недостаточностью при наличии симптомов нарушения функции печени так как быстро нарастающая астения желтуха потемнение мочи склонность к кровотечениям печеночная энцефалопатия терапию препарата азитромицин следует прекратить и провести исследование функционального состояния печени при нарушении функции почек у пациентов с кафе 80-100 мг минимум концентрации дозы не требуется терапия препаратом азитромицин следует проводить с осторожностью под контролем состояния функции почек необходимо помнить что для профилактики фарингита вызванным стриптококус пиогенес а также для профилактики острой ревматической лихорадки препаратом выбора обычно является пенициллин так при применении других анти бактериальных препаратов при терапии препаратом азитромицин следует регулярно обследовать пациентов на наличие не восприимчивых микроорганизмов и признаки развития суперинфекции в том числе грибковых препарат азитромицин не следует применять более длительными курсами чем указано в инструкции так как фармакогенетические свойства азитромицин позволяет рекомендовать короткий и удобный режим дозирования нет данных о возможном взаимодействии между азитромицином и производными эрогатамином и дигидроэрогатамином но из-за развития эрогатизма при одновременном применении макролидов с производными эрогатамина и дигидроэрогатамина и дигидроэрогатамина данная комбинация противопоказана при делительном приеме препарата азитромицин возможно развитие псевдомембранозного колитовызванного холостриумтифекцили как в виде легкой диареи так тяжелого колита при развитии диареи на фоне приема препарата азитромицин а также через 2 месяца после окончания терапии следует исключить клостриадальный псевдомембранозный колит в тех случаях достаточно отмены азитромицина и применения ионопедных смол колестерамин колестипол в тяжелых случаях показано возмещение потери жидкости электролитов и белка на назначение ванокомицина и метронидозола нельзя применять лекарственные приматраты тормозящие перестатель теку кишечника синдром замедляющий репуляризации желудков синдром удлиняет интервал qt повышает риск развития аритмии в том числе аритмии типа пируэта на фоне приема макролидов а также преподратов азитромицина осторожность при применении азитромицина следует соблептать у пациентов с наличием пароатритмогенных факторов проаритмогенных проатритмогенных факторов особенно у пожилых пациентов в том числе с врожденным или приобретенным удлиненно интервалом qt у пациентов получающих терапию аритритмическими средствами класса и а хинедин прокономит 3 латинское дофетилит амиодорон сотолом цитопридом цитопридом терфенатином антипсихо антидепрессантным 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 лево левофлоксоцин 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 у пациентов с нарушением водно-электролического баланта особенно в случае гипокалемии и гипомагниемии клинически значимой бракидокардии аритмии сердца или тяжестью сердечной недостаточностью применение азитромицина можно спровоцировать развитие мистенического синдрома и вызвать обострение миосцентемии при применении употребления у пациентов с сахарным диабетом а также у пациентов соблюдающих низкокалорийную диету необходимо учитывать что состав порошка при подавлении суспензии азитромицин в качестве вспомогательного вещества входит сахароза 3,8 и 8 грамма на каждые 5 миллиграмм ну вот полезно что ты прочитал может быть кто-то не наткнется вот особенно больные сахарные диабеты влияние на способность управлять авто транспортом и работать с механизмами при развитии нежелательных эффектов со стороны нервной системы органы зрения следует соблюдать осторожность при выполнении действующих требует повышенной концентрации влияния быстроты психологической реакции форма выпуска таблетки покрытые пленочной оболочкой 125 миллиграмм или 500 миллиграмм по 3-6 таблеток в контурную яичную упаковку или пленки поливинил хлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированным по 10, 20, 30, 40, 50, 60, или 100 таблеток в банку из полиэтилен тетерефолата или в банку полимерную для лекарственных средств в одну банку 1, 2, 3, 4, 5 или 6 контурных ячейковых упаковок вместе с конструкцией по применению помещают пачку из картона условия хранить в защищённом месте от света при температуре не выше 25 градусов хранить в недоступном для детей месте срок годности 3 года не использовать препарат после течения срока годности ну вот как бы и всё это ну я как бы что тут могу сказать что вот ну у меня вот мать врач была и она говорила что все болезни проходят во сне так что если вот вы при применении таких сильных антибиотиков ну я думаю что просто дадите себе какой-то отпуск просто посмотрите телевизор просто как-то разгрузите не нагружая какой-то физической нагрузкой вот это всё может быть просто проспите вот это самое я думаю только приятно вот ну вот понятно что вы понимаете вот даже по одному лекарству вот это вся наша медицина тёмный ящик потому что вот тут надо вот всё исследовать и как-то вот это всё раскладывать потому что вот столько даже вот я думаю на опытного врача падает информация что офигеть как бы всего доброго